Реконструкция очистных городских сооружений 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 мы так более-менее порядок наводим. Второе, по приоритетности, это вода. Потому что качество воды и качество заполевания далеко, это, конечно, зависит в большей степени от того качества воды, которое мы, к сожалению, имеем. За операции берут деньги. Все индикаторы, гильты и прочее за счет больных? Смертность у нас уменьшается. Несмотря на то, что в принципе, по статистике, с учетом того, что население становится старше, она должна была увеличиться. И эта динамика, смотрите, вот ее наблюдают динамику существа. Что касается проведения операции и так далее. Значит, ни в одной больнице с вас не должны просить ничего. Мы на 100% обеспечены всеми расходными материалами, мы на 100% обеспечены всеми лекарствами, и у вас просить ничего не должны. Соответственно, они говорят, у нас есть добровольное медицинское страхование, давайте мы вам вот эту услугу, она типа у нас не прописана в стандарте, мы вам окажем ее дополнительно. Здесь они могут предлагать вам подобного рода услуги, но они должны все договорить, что вы можете выбирать. Вот у вас услуга, если это какая-то операция и так далее, эта услуга оплачивается из фонда, но мы можем вам поставить другой аппарат. Мы считаем, что он лучше. Не знаю, лучше он или нет, я не специалист. Но вот в этих случаях вам, конечно, лучше всегда проконсультироваться. И здесь не бойтесь, позвоните на телефон горячей линии губернатора, оставьте свой вопрос. Он простой. 8, 800, 200, ровно, 71, 02. Позвоните, оставьте вопрос, вам достаточно быстро, дадут консультацию. Почему у нас в районе нет хотя бы одного бассейна? С детьми ездить через весь город очень далеко, участки очень сложные. Тули присоединяются Ленинский район. Вы слышали, да? Вы знаете, что? Площадь Тулы, большой Тулы, будет 1500 квадратных километров. И мы в ноябре месяце, благодаря компании «Газпром» и программе «Газпром-детель» завершаем строительство «Фока», большого «Фока» с поселенными, 4 дорожки, 25 метров, универсальным залом большим и несколькими залами для монеты, борьбы и так далее, в Ленинском районе. Соответственно, у вас, ну, слушайте, вы на самом деле быстрее будете за речью, куда добираться. В прошлом году с вами на встрече был задан вопрос по благоустройству набережной трейлера. Деревья спилили, берег разнесли, благоустройства нет никакого. Там будет красивая набережная, мы планируем попручить Владимира Сергеевича сделать ее, как мы в городе, у нас есть спонсоры, которые планируют там посадить красивую каштановую аллею, не былочки такие, а уже серьезные деревья, взрослые. У нас есть спонсоры, которые занимаются благоустройством, будут укладывать там где-то плитку, где-то асфальт. У нас активно декоративная культура, которая сегодня плодородный слой засыпает, будет газом. У нас будет место для отдыха жителей, возможность проката езды на велосипеде, в том числе мы планируем сделать перекидной мостик, для того, чтобы полностью набережная была у нас проезжая на велосипеде, можно было пешком проходить ее. Выступали, многие говорят, вот, спасибо, там долго меняется. Ведь мы же сами доверили туда, такого состояния, что по городу было не проехать, не пройти. Слушайте, посмотрите, Паташовский сад, зачем мы его просто доверили? Он просто лезет зарос, куда 20 лет вообще никто не входил. А Центральный парк, до того, как мы два года назад не начали заниматься, туда же было страшно войти. Комни вывали оттуда только одних шприцов и так далее. Там у нас сегодня нет, у нас преступность в Центральном парке, она там, ну, не знаю, около нуля. Это же все делалось не мною, да? То есть это же все было при вашем молчаливом попустительстве и согласии. Но чинател бережно относился к тому, что мы делаем. Мусорить надо поменьше. Помойки хотя бы не выбрасывать, где между кинами, понимаете? Когда мы проезжаем в том же Белгороде, нет ни одного дома, чтобы хозяйка вынесла, и дома поставила пакет. Вынесу, заберу. А здесь это нормальная история. Слушайте, ну это что? Понимаете, я чем занимаюсь? Я начинаю вас всех, взрослых людей, возвращать в детство. И начинать говорить вам, что сходили в туалет, не забудьте помыть руки. Точно так же и здесь. Вы понимаете, мы занимаемся сейчас вашим воспитанием. Зачем вам это нужно? А мы-то, ответственно, вашим. А вы, ну, в общем-то, наверное, да. Но только мы работаем, а вы советуем. В этом большая разность. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо. 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 . Спасибо.